Космос наш! На этот раз уже по всем правилам минчанка Марина Василевская в составе экипажа вернулась на землю. Ее поздравил президент. Выборы в Совет Республики стали известны фамилией сенаторов от города Минска. И контроль за мотоциклами тотальный, аварий много, поэтому милиция проверяет байкеров очень тщательно. Это электронная версия Минского Курьера. Коротко и по делу о столичных событиях расскажу я, Кирилл Казаков. К субботу завершилась первая официальная космическая экспедиция нашей страны. С орбиты вернулась космонавта, для нас минчанка-космонавт Марина Василевская. Напомню, что старт с Байконура состоялся 23 марта, и вот все две недели Марина успешно выполняла летное задание, в том числе и по поручениям наших ученых. В субботу корабль отстыковался от МКС и приземлился в казахстанской степи. Наш президент поздравил экипаж корабля «Союз МС-24» с успешной посадкой и пригласил весь экипаж. Кроме Марина, это гражданин России Олег Новицкий и американка Лорел Охара, и людей, осуществляющих подготовку к полету в гости в Беларусь. Александр Лукашенко признался, что следил за всеми действиями по отстыковке в прямом эфире, и только после поехал на хоккей, где его уже и застала новость об успешном приземлении. Не дай бог бы, что случилось, это вся вина на тебе. Поэтому я, конечно, рад, что все нормально случилось. Первый полет белорусского космонавта на МКС – это успешная союзная программа. Таких много в разных отраслях. На этой неделе много говорили и подводили итоги работы Союза Белоруссии-России. 2 апреля был День единения. Накануне праздника глава государства встретился с руководителем Орловской области России Андреем Клычковым. Он возглавляет этот регион с 2018 года, а в Беларусь приехал впервые. Наши интересы, кроме АПК и торговли в Орле, самые неожиданные. Очень важное направление с президентом Путиным мы очень часто обсуждаем. Это направление сотрудничества микроэлектроника. Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наш интеграл и планар. С учетом задач по импертозамещению, кооперацию придется нам расширять. Рабочих встреч на уровне города было много на этой неделе. Так, например, делегация Смоленской области посетила с визитом своих коллег в Московском районе Минска. Между Московским районом, регионом России и бизнес ведут 232 компании. В формате телемоста в администрации Фрунденского района Минска пообщались с коллегами из Всеволжского района Ленинградской области. В горосполковье прошли переговоры с делегацией из Санкт-Петербурга. Наши поставки промышленной продукции, промышленной кооперации, Питерский тракторный завод. Он очень плотно работает с нашими производителями гидравлики. И санкции на них очень повлияли, поэтому дружественная страна с нашей стороны, конечно же, пошла навстречу. Мы сейчас отрабатываем в рамках их компетенции по комплектующим. Второй этап формирования национального собрания. По всей стране 4 апреля прошли выборы членов Совета Республики, Верхней Палаты Парламента. Фамилии восьми сенаторов от Минска стали известны после тайного голосования на заседании Мингорсовета. Среди кандидатов много знаковых для Беларуси имен практически от всех сфер жизни нашего города. Кандидаты из практически всех сфер жизни нашего города. Это из системы здравоохранения, в том числе с научных наших учреждений, с учреждений образования и обычной школы, гимназии нашей, и также представители госорганов. Средства массовой информации представлены, то есть спектр настоящей жировой. Перед национальным субботником по традиции в городе объявлен месяц уборки. Глава Минска вот уже третью неделю с инспекциями посещает строительные площадки, осматривает столицу с вертолета и окна поезда. На этой неделе Владимир Кухарев побывал в парке Уга Чавеса в Каменной горке. Здесь уже видны будущие зоны для отдыха и пикников, площадки для занятий экстремальными видами спорта, детский городок и зона аттракционов. По поручению председателя горосполкома в день независимости парк уже должен принять гостей. Владимир Кухарев также побывал и в Лошадском парке, где посмотрел площадку по реконструкции исторических зданий. В планах там должны открыться гостиницы, рестораны и ЗАГС. Вот цитата. Нужно придерживаться обозначенных сроков. Весна и лето – благоприятные периоды, поэтому следует приложить все усилия, чтобы ускорить реализацию проекта. Наша задача – полностью восстановить сооружения, не нарушив их историческую ценность и сохраняя аутентичность. Общежитие университета физкультуры должно быть сдано в июле, а временное жилье для студентов БНТУ – в ноябре 2024 года. Владимир Кухарев посетил и стройплощадки, оценил готовность объектов. Сразу поручения помещения внутри общежития БКУФК должны оформить таким образом, чтобы было понятно, что в нем живут студенты, связавшие свою жизнь со спортом. В столице субботники с 11 марта эти выходные, конечно, испортила погода, но не помешала. Так в Яблоневом сквере на Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района. Чтобы увековечить это событие, была выкована декоративная яблоня – символ новой аллеи. Всем участникам мероприятия было предложено вытянуть символические яблоки с номерами, указывающими места высадки деревьев. Это пример того, что сами субботники в столице со смыслом. Главное же – заинтересовать. Мы три субботника провели, значит, и мы стремимся к тому, чтобы и заинтересовать тех же детей, чтобы эти субботники были тематические. Мы привлекаем госавтоинспекцию, мы привлекаем МЧС, фауну города, значит, спецкоммунно-автотранс, который занимается отходами, и в то же время покатываем в период проведения вот этих субботников различного рода мероприятия. Вернемся к юбилеям районов. Одни из самых молодых – это партизанские и московские. 8 апреля 1977-го был подписан указ Президиума Верховного Совета БССР об образовании московского и партизанского районов в городе Минске. Созданы они за счет разукрупнения фрунденского и октябрьского. Татьяна Калятка, глава московского района, рассказала, что местная вертикаль – это хорошая стартовая площадка. Примеров масса. Мы поздравляем жителей районов с днем рождения. И начали вот с вечернего политического канала. Пройдя ступень, мы понимаем, что администрация – это достаточно такой сложный, напряженный труд. Это самое такое место, где мы, в первую очередь, работаем с людьми. Мы работаем с предприятиями, с руководителями. И да, и мы связующее звено между Мингору и сполковым правительством. Смотрите и слушайте нас на всех медиаплощадках агентства, а также в эфире радио Минск 92.4 FM по будням. О кадрах, в том числе и региональных, не забывает и глава государства. Минувший четверг именно региональные руководители были на совещании у президента. Десять назначенцев – руководители Банка развития и концерна «Беллесбумпром». Остальные – как раз чиновники областного и районного уровня. Больше всех из Брестской области. Поручения Александра Лукашенко касаются всех и вновь назначенных, и действующих руководителей. Времена сложные, и вы согласились возглавить соответствующие участки, я вам за это благодарен. Только я вас очень прошу с сегодняшнего дня, настройтесь на очень серьезную и тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Как никогда, несмотря на сложности, не хватает только одного – дисциплины. Но это мы умеем делать. Ну и новости одной строкой. Минск Зеленстрой подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией парков России. Основными направлениями сотрудничества сторон станут совместная работа по популяризации парков, садов, заповедников и иных общественных пространств, коммуникация и обмен опытом в вопросах их развития. В Минске начался мотосезон, и дорожная милиция усилила контроль за вождением мотоциклов. Причина – рост аварий с начала года. С участием мотоциклов 15 ДТП в них погибли 3 человека. Будьте внимательны. В конце вернемся к полету в космос в Минчанке Марины Василевской. На наступившей неделе – День космонавтики. В этом году праздник с особым смыслом. Ожидаем возвращения на родину Марину и еще раз. Космос наш. Это была электронная версия «Минского курьера». Смотрите в вашем телеграме и читайте на бумаге. Знаем о Минске все, говорим о главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова